Это видео очень важно для всех, у кого есть хоть какие-то аутоиммунные заболевания. Я Алена, нутрициолог, психолог медицинский, работаю как специалист по коррекции пищевого поведения. Медицинский специалист, медицинский психолог. Соответственно, если есть вопросы по рациону, либо психологическому здоровью, это все на мой канал. Чрезмерно история очищения себя, это история инфантилизма и невротизма. Но есть другая история. Действительно, люди, болеющие аутоиммунными заболеваниями, не зная причин, они очень сильно от этого могут страдать. И другой момент. Какие причины? Бывает так, что болеют дети и болеют взрослые, и начинается история очень серьезная, когда у человека серьезное стрессовое событие. Все, что связано со стрессом, может вызвать аутоиммунное заболевание, антибиотики и плюс утрата кишечной микрофлоры. Соответственно, 80% нашего иммунитета это микрофлора. И если с микрофлорой что-то случилось, то человек может сразу-сразу заболевать. Почему я говорю про микрофлору? Потому что многие не знают о том, что лакто, бифидобактерии, различные качественные бактерии, они защищают наш иммунитет. Другой момент. Если есть проблема с аутоиммунными заболеваниями, очень важно употреблять меньше клетчатки, если не в порядке кишечника. Например, при повреждении кишечника слизистых люди начинают употреблять много клетчатки, тем самым раздражая кишечник, вызывая непереносимость. И маленькие дети на этой почве даже вырывают волосы, орут, потому что это действительно больно, когда на поврежденную слизистую добавляют какие-то продукты. Другой момент. Если у вас есть аутоиммунное заболевание, скорее всего, у вас есть проблема либо с печенью, либо с желчным. Если есть проблема с желчным, значит, должным образом жиры не усваиваются, и от этого зависит очень многое. Соответственно, здесь можно поддержать себя туткой. Тутка это та история, которая помогает желчи качественно работать. Следующее. Если мы с вами говорим про аутоиммунные заболевания, то, конечно, здесь и антибиотики, и химия, гербициды. Вот эта история может повредить ваш организм. Очень у многих людей возникают эти проблемы, и действительно с ними можно справиться. Если мы с вами говорим про аутоиммунку, она бывает на нервной почве. Тоже нехорошая история, и ее можно исправить. Если вам интересны эти темы, поддержите мой канал, пожалуйста, и пишите вопросы. Следующий момент. Поговорим с вами о том, какие причины бывают. Причины бывают совершенно разные. Это история реакции на продукты, это медикаментозная природа, реакции на те или иные препараты, и проблема с рецепторами к витамину D. При нехватке витамина D мы очень-очень сильно уязвимы к аутоиммунным заболеваниям. Поэтому, если есть вопросы, то пишите, с радостью вам отвечу, и дам обратную связь. Мой канал посвящен всем, кто хочет работать немитикаментозными способами, с тарелкой и со своим здоровьем. Пока-пока.